Киево-Могилянская академия Моя научная деятельность заключается в написании статей и публикации этих статей в различных научных изданиях, о которых мы сегодня говорили, в научных изданиях Академии наук Украины, а как сейчас приветствуется, в изданиях за рубежом. Для этого нужно владеть не только русским, украинским языком, но и английским языком. Публикация изданий сейчас достаточно проста, уникальна в том, что нужно искать эти издания, но можно предложить также усилия в том, чтобы сохранить тот материал, который идет в научные публикации, в том числе и для различных целей, в том числе целей популяризации знаний науки. Поэтому моя презентация о использовании веб-страницы для презентации научных исследований, а также лекций по биологии в школе, в университете. А вот моя страница в Ютубе, поскольку сейчас каждый из себя может быть режиссер. Для этого, если все имеют аккаунт в Фейсбуке, для этого надо иметь компьютер и смартфон, а теперь для Ютуба нужно иметь или камеру, или тот же самый смартфон. Здесь же уже, допустим, сейчас же часть лекций пошла сразу в интернет, будет на страничке. Можно делать в Ютубе непосредственно свои, конечно же, просто PowerPoint-презентации, которые будут показываться, и вы их можете показывать своим моментальным коллегам. Но в том числе можно также сделать в виде маленького видео даже научную статью, склеив ее из нескольких страниц в виде живой презентации. Но в том числе я как биолог хочу показать то, чем я могу воспользоваться и показать на своем канале Ютубе. Это лекции, видео иллюстрации. Я могу зарегистрировать научные исследования, и то, что не пошло в научную статью, может сохраниться, во-первых, в ресурсе в Ютубе. Через некоторое время в любой стране вы можете извлечь свой файл, видео файл с Ютуба, который будет закрытым или в открытом варианте. Потом можно поставить, как для биолога, результаты своих микроскопических исследований и популяризовать их, поскольку объекты маленькие, сложные, их не все видели. И могут увидеть все, до миллиона, не больше зрителей. Поговорим об этом далее. Результаты полевых исследований, показать научные коллекции, охраняемые виды редкие. И представить научные презентации именно результаты докладов. Например, микроскопические исследования. Я исследую, у меня очень маленькие микроскопические объекты, размером всего лишь полмиллиметра. Вот в центре, в самом наверху этот объект, он у меня есть в Ютубе. Как он, его особенности, его поведение, его движение. То, что попадает в научную публикацию, то, что попадает в научный доклад в различных узких, очень узких кругах. Как можно быть известным, в очень узких кругах. Но за счет презентации своих научных исследований, например, вот нижний слайд, здесь трещи, показанный 0,2 мм. Этот, например, ролик, этот небольшой, на 3 минуты презентации, набрало миллион просмотров. Миллион пользователей видели этот слайд. Можно показывать результаты микроскопических исследований, которые видят только научные сотрудники. Никто их больше не видит и не знает даже, какой этот микроскопический объект. После школы закончишь университет, люди, очень редкие даже биологи, которые смотрят в микроскопы, наблюдают эти объекты. Вот, можно их увидеть на Ютубе. И, конечно же, для лекций в школе и в университетах Ютуб это нескончаемый ресурс. Потому что, если в школе есть поликоин-презентации, если в университете работает поликоин-презентация, на каждую лекцию преподаватели укусывают кусочек из Ютуба, показать кусочек к своей презентации. Хоть это микробиология, циология, ботаника, строение клетки. Вот у меня циологические объекты. Те, которые я лично увидел, те, которые лично поставил на Ютуб. Конечно же, в своих презентациях у меня есть показаны методики исследований по энтомологии. Это как полевые исследования в различных частях света, здесь, кстати говоря. В том числе, методики лабораторной работы в лаборатории. Наш институт владеет уникальными научными коллекциями, которые сохраняются в нашей коллекции нашего института. Вот здесь представлены кусочки энтомологических коллекций насекомых, которых тоже мало кто видел. Но вот с помощью Ютуба их можно показать, презентовать и ознакомиться для широкого круга трудящихся и преподавателей, и школьников, и студентов. И, конечно же, можно показать при помощи своего канала на Ютубе результаты своих исследований, исследований своих коллег. И я в моей презентации и презентации наших коллег в институте научные доклады, на конференциях молодых исследователей, на различных международных конференциях. Для этого нужно возить с собой видеокамеру и просить коллег записывать это, если вы едете на другую конференцию. Наш институт занимается вопросами исследования животного мира и многие виды, к сожалению, животного мира. Более 500 видов животных уже в красной дни Украины. Вот именно при помощи тоже Ютуба можно показать этих наших исчезающих, уже редких, требующих оградок животных. И, кстати говоря, даже такие немаленькие животные, как лось, уже тоже в красной дни Украины. И, конечно же, этих данных по биологии, по местам обитания, вообще обсуждений с коллегами этих вопросов, они достойны помещения и дискуссий для открытого круга трудящихся. Вот есть у меня отдельный раздел, посвященный вопросам пчеловодства, лекции по пчеловодству. И также инновационные, я представляю, украинские ули, которые разработаны тоже в Украине. Я о нем рассказываю. Но и, конечно же, иногда нас приглашают на радио и телевидение. Вот у меня здесь 5 презентаций, было на разных каналах, где меня просили рассказать о тех или иных аспектах зоологии, о полезных, обретных насекомых, о эндомофагах, о опасных насекомых. И лекции для широкого круга украинских трудящихся, думаю, чтобы были интересны. Спасибо за внимание. Так что каждый из вас может тоже открыть свой канал на YouTube, презентовать свои научные исследования. Для этого нужно немножко удушевиться и использовать просто даже свой смартфон, если у вас нету такого возможности работать с камерой. Я приду же под видео, я просто хотелось бы вам сказать.